Привет, Дэвов! Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, опубликует твои комментарии. Меня зовут Максаныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения, но, несмотря на все, я придерживаю своего пути. Это путь воина без страха и мусора в голове. Я, как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую Саню, как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 316 05 878. Итак, книга называется «Беседы современной молодежи. Проверена на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета». Появилась у меня идея в качестве видеоряда размещать свои фотосеты. Я еще занимаюсь фотографией и видеосъемкой. На канале у меня есть отдельные для этого плейлисты. Итак, ты увидишь Харьков в фотографиях в любое время года. Итак, самый рассказ, номер 15. «Не падай духом, Александр Великий, или идея. Менять фон на сайте каждый месяц времена года». 13 ноября 2013 года. Ты куда пропал? Хорошенький у тебя 20 минут. Да потихоньку. Куда ты пропал, блин? Ты пошутил насчет собаки? Нет, у меня у мамки собака есть. Да, это хорошо, что у тебя собака. Ты же рассказывал, что к мамке кто-то лез. Ты же в таком районе живешь, на поселке Жуковского. И к тебе кто-то лез. Будет у тебя личный секьюрити. Что сейчас делаешь? Да, блин, пытаюсь поработать, Макс. Написал бы сразу, что занят. А то вечно, блин, кота за хвост тянешь. Максим, лучше ты пиши, если есть дело, а не просто так сообщать, что ты уже в сети. К тому же у меня при входе в сеть показывает сообщение, что человек зашел в сеть. Слушай, мы вчера по делу нафиг общались. Ты сказал, что отойдешь на полчаса и пропал. Я теперь понимаю, почему у тебя заказчиков нет. Я, блин, тебе подготовил материал. Ты попросил и что? Ты пропал нафиг. И насчет сети нефиг с меня блеять. Идиота делать. Я тебе сам могу кое-чему научить. Псих! А ты сачок и кидана. Я тебе по делу пишу вообще-то. Насчет фриланса. Мне нужно больше инфы об заключении безопасных сделок с положительными результатами, когда заказчики платят четко за проделанную работу. Вот тебе ссылочка на секреты. Это я уже смотрел. Мне нужны секреты. А то я буду на потеху натыкаться на те же грабли, что и ты. Вот уже, блин, у тебя мышление этого, как его, демонические строй психики. Секреты на то и секреты, чтобы их никто не знал. Да, блин, меня точно за идиота ты держишь. Какая же падла обо мне гадостью нагрела тебе, а? Максим, у тебя точно мания величия с манией преследования. Ну, мы же вместе планируем одно дело. Как бабла, мать, значит, секрет рассказал, а как сделки совершать, значит, нет. Примечание. Дальше я уже понял, что в бизнесе, как и в пикапе, те же методы. Если тебе сказал один секрет, значит, сразу должен рассказать остальные, что ли? Александр, у тебя точно мания величия с манией преследования. Тебя это тоже касается. Не все, а только по делу, а значит, партнеры на то и партнеры, чтобы доверять друг другу. Я твои секреты никому не рассказываю и не продам даже. Хоть что-то хорошее в тебе осталось. Я себе на ус смотаю. А то только мат и грубость. Ого, ну ты гонишь. Это все Ирия и Таня виноваты. А они тут при чем? Они настроили меня на тебя. Хе-хе-хе-хе. И группу нашу развалят. Примечание. Саня считал, что я без него не справлюсь. Но он ошибся. Сейчас 2018 год. И группа Той на парт существует с 1999 года. Альбомы пишутся. Новые песни издаются. И целые альбомы успешно издаются. Сначала на аудиокассетах издались. Я сам в том 2017 году, как топ-менеджер, сам себя продвинул. И издал все альбомы свои, и Той на парт, и свои проекты на аудиокассетах и на аудиодисках. И в будущем будут еще издаваться на виниле. Ты вспомни свои ошибки молодости. За кого ты спину подорвал и оплатил билет? Ладно, проехали. Никто нас не развалит. Глупости. Ага, было дело неприятное. Но пришло. Ты вспомнил, а я тебе напомнил. Вот, видишь, все мы люди, и все с прошлым. И все. Расслабься. Я тебе вчера предлагал сходить выпустить пар на репу. А ты вчера, наверное, с Тёмой водку пил, да? Я Тёмку месяца пол точно не видел. А то и больше. У меня к тому же денег на проезд нету. А на репу так тем более. Ты же работаешь, а я безработный. Я работаю? Кем же? Я кричусь как могу. Нет у меня работы. Профессиональный охранник с большим стажем. Я тебе про это и говорил. Что сейчас старшие способности никому не нужны. Я это понял ещё в 2010 году. И тогда пытался сам и чужой помощью найти работу, не связанную с охраной. А ты тоже профессиональный программист с огромным стажем и без работы. И без денег? Смешно. Как же так? Хе-хе-хе. Так что? Так что берись за любую работу. Пиши сочинения, пока не найдёшь потенциальных заказчиков. Крутись. И будут деньги на проезд и на репу. Можно раз в месяц, например, устраивать совместный выпуск. Пора. Не опускай руки. Вот ты тоже спец, а без работы. Вот так и я. В нашей стране они ценят руки и мозги. Тут больше беспредел, наверное, ценят. А? Хе-хе-хе. Во всяком случае, я не плачу, что нет денег на проезд. Я сегодня потратил на ПС-18 гривен. Инвестировал сегодня на ПС-18 гривен. Ну и шо, нормально всё. Крутись, Саня. Я пошёл дальше крутиться. Спишемся попозже, когда приду. Не знаю. Не падай духом, Александр Великий. Имя какое у тебя? Ёптить. Ага. Ёптить. Изучай английский, пока без работы. Ты выходи на новый уровень заказчиков. Я тоже изучаю. Ага. Я посмотрел немного видео с этого ресурса. Ютуб, вот ссылочку. Поработьте на фриланс. Идея менять фон на сайте. Каждый месяц. Времена года назвать. Так, друг. Ты слушал рассказ номер 15. Подписывайся на мой канал. Каждую субботу новый рассказ. В этом рассказе, в качестве видеоряда, присутствует мой фотосет, сделанный в 2017 году. Я занимаюсь фотографией, видеосъёмкой, вот ещё аудиокнижки свои, пишу музыку. А, кстати, музыкальный фон тоже моя музыка. Всё. Желаю успехов тебе, Макс Аныч. Пока-пока. Хе-хе. Продолжение следует...